В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязанском училище ВДВ стартовал чемпионат вооруженных сил России по боксу. Сегодня начались выплаты вкладчикам закрывшегося Ринвестбанка. Как проходят тренировки российской команды к авиадарцу 2016. И в Рязани появился новый сквер. Утром у входа в Рязанское отделение банка Уралсиб выстроились очереди. Сегодня начались выплаты вкладчикам Рязанского Ринвестбанка. Сайт агентства по страхованию вкладов сообщает, что всего выплатят порядка 5 миллиардов рублей. За возмещением средств могут обратиться порядка 8,5 тысяч клиентов закрывшегося банка. Банками-агентами выступят также Россельхозбанк и Хантамансийский банк Открытия. Режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней в регионе отменен. Соответствующее распоряжение губернатора Олега Ковалева было опубликовано на сайте областного правительства. Сейчас ситуация в состоянии повседневной деятельности. Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек вируса свиней был введен в регионе 10 июня. Вспышки вируса тогда были зафиксированы в нескольких районах области. На данный момент заболевание зафиксировали на территории охотничьего хозяйства в Клифяковском районе. Там установлен 30-дневный карантин. Сегодняшнее заседание городской думы подытожило весеннюю сессию. Депутаты отчитались о своей деятельности и обсудили важные вопросы улучшения жизни города и его жителей. Более подробно расскажет наш корреспондент. В Рязанской городской думе сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии, на котором депутаты подвели итоги своей работы в этот период. Мы выдохнули, потому что вы сами свидетели того, что последние думы загружены вопросами. У нас практически по 60 вопросов. За каждым из них стоит судьба какого-то предприятия, человека. Поэтому не рассмотреть их мы не имеем права. И за весеннюю сессию рассмотрено 323 проекта решения. Проведено 9 заседаний. Это такая, скажу вам, скорпулезная и достаточно тяжелая работа. При том, что депутаты при этом работают и в округах. Также были приняты изменения в положении об управлении муниципальным имуществом, который регламентирует порядок аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Данное изменение упорядочит отношения администрации с арендаторами и четко прописывает порядок дальнейшего взаимодействия. В качестве иллюстрации, допустим, разрешено давать преференции организации, которая взяла в аренду объект культурного наследия, вкладывает в него деньги, реставрирует его, то есть поддерживает в самом таком хорошем состоянии, не позволяет ему разрушаться, позволяет передавать на 49 лет именно с учетом преференции в арене, то есть за низкую арендную плату. И на мой взгляд это позитивное изменение, потому что как-то у нас культурная зона принимается, объектов культурных много, а к сожалению средств на их поддержание в должном состоянии, конечно, не хватает. Поэтому я думаю, что данные изменения, они приведут к улучшению ситуации. Повысив эту привлекательность еще и в части снижения арендной ставки, так сказать, много будет желающих взять, тем более такой длительный период и работать там спокойно, так сказать, содержать в учреждении. Также были согласованы поправки, в рамках которых принят пункт о том, что если арендатор ненадлежащим образом обслуживает учреждение, то с ним договор быстро расторгнут, чтобы отдать более ответственному предпринимателю. Помимо этого, на итоговом заседании было принято решение присвоить звание почетный гражданин города Рязани Николаю Викторовичу Плетневу, директору Дворца молодежи Рязани. Ставший легендой Николай Плетнев приобретет новый статус за большой вклад в дело развития культуры и миротворческого движения в городе и в регионе. Рязанские полицейские пресекли деятельность в точке по незаконной реализации жевательной смеси на свай. У злоумышленника, организовавшего у себя дома незаконную торговлю вредным для здоровья препаратом, полицейские изъяли почти 31 килограмм наркотика. Жители Рязани сообщили в полицию, что в одном из частных домов на улице Горького торгуют подозрительным веществом. Во время проверки этой информации полицейские выяснили, что хозяин дома, 55-летний узбекистанец, продает знакомым и приятелям на свай растительную смесь, вызывающую никотиновую зависимость. В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские зафиксировали факт незаконной торговли на свае. При досмотре жилища злоумышленника сотрудники полиции обнаружили пакеты с гранулами грязно-зеленого цвета. Экспертиза установила, что в доме хранился 31 килограмм на свае. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Сегодня погода в Рязани не подтвердила дождливые прогнозы синоптиков. Завтра предсказывают тоже дожди, которые не сильно скажутся на температуре воздуха. Он прогревается до 27 градусов. Субботнюю погоду обещают ясные, солнечные и без осадков. И это хорошие новости, ведь уже завтра Рязань начнет отмечать свой день рождения. Торжества продлятся три дня. Уже сегодня на Почтовой приступили к работам по установке семи сцен, где выступят музыканты из Питера, Москвы, Самары и, конечно, Рязани. Любители культурного отдыха смогут посмотреть на выставку художников. Любители активного отдыха приготовили интерактивные площадки. В эти праздничные выходные состоится и открытие международного конкурса «Авиадартс-2016». Церемония пройдет на аэродроме в Дягилеве в воскресенье 31 июля. В Рязани уже прибыли участники соревнований из Казахстана, Китая и Белоруссии. Оксана Тебенихина сегодня побывала на итоговой тренировке российской команды и познакомилась с иностранными летчиками. Более 30 самолетов участников соревнований «Авиадартс-2016» стройным рядом стоят в ожидании заветного дня. Полностью готовые к эксплуатации, заправленные и снаряженные. Проходят последние проверки техническим составом. Сегодня свои боевые навыки отрабатывает российская команда. Подготовка идет, предполетная подготовка самолета. Заправляется азот, кислород, воздухом заправляем, топливом, всеми средствами, маслами, которые необходимы для заправки данного воздушного судна. Происходит предполетная подготовка в полном объеме. Далее придут пилоты, примут воздушное судно и пойдут на вылет. Су-34, пришедший на смену легендарному 24-му, в 2014 году впервые покажет себя широкой публике. Оснащенные практической авиабомбой П-50Т российские истребители-бомбардировщики отправились с аэродрома Дягилева на полигон Дубровича, чтобы отточить навыки стрельбы по мишени. Данная бомба кидается, чтобы обозначить место поражения, обозначить точку падения, но она не используется для поражения вражеских сил. Именно такой вид вооружения будет использоваться на авиадарце. На аэродроме Дягилева выстроились машины всех команд из России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Гости соревнований рады вновь вернуться в Рязань. Ведь соревноваться с достойными соперниками бесспорно интересно. Тем более, что подготовка к авиадарце 2016 шла в течение всего года. Для Казахстана большая честь выступать в этих армейских играх. Уже мы второй год здесь, уже второй раз приехали, уже более стали тесно, дружно общаться с коллективом. Нам очень приятно участвовать в таком мероприятии. Самолеты с Казахстана прибыли, как вы видите, Су-25 штурмовая авиация, МиГ-29 и Су-27. Три типа самолета участвуют в этом году в соревновании. Мощь и неукротимая сила эмоций в момент взлета истребителя переполняют не только пилота, но и неподготовленного зрителя. Кстати, открытие игр, где каждый желающий сможет убедиться в этом, пройдет здесь же в Дягилево 31 июля и продлится до 9 августа. Недаром Алексей Фатьянов написал те самые легендарные слова, ставшие гимном всех пилотов российской авиации. Первым делом самолеты, ведь вряд ли что-то сможет захватить дух героя точно так же, как необъятное небо и сверхзвуковые скорости. Оксана Тебенихина, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В воскресенье 31 июля, помимо открытия авиадарца и празднования Дня города, в Рязани пройдет финал чемпионата вооруженных сил России по боксу. В церемонии его открытия состоялась вчера в училище ВДВ. Участвуют в соревнованиях представители всех военных округов страны. Первые бои на чемпионате вооруженных сил показали, что всерьез настроены на победу десантники из Рязани. Они хотят преподнести ко дню ВДВ подарок себе и своему городу. Чемпионат проходит в стенах Рязанского десантного училища уже в пятый раз. В этом году участие в нем принимают более 150 спортсменов. Соревнования проводятся на призе олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и мира, главного тренера сборной страны по боксу Александра Лебзяка. На открытие чемпионата он приехать не смог. Присутствовал вместе с олимпийской сборной на приеме президента России Владимира Путина. Но спортсмены надеются, что к финальным боям они запланированы на воскресенье. 31 июля знаменитый боксер в Рязань приедет. По словам старшего тренера, начальника команды по боксу ЦСКА, заслуженного мастера спорта Александра Островского, победители получат путевку на чемпионат России по боксу, где они будут отстаивать честь вооруженных сил нашей страны. Чемпионат вооруженных сил Российской Федерации проводится для того, чтобы ребята, которые заняли первое место, боксеры, получили путевку на чемпионат России. Паи будут проходить в 10 весовых категориях. В одном из них будет сражаться и Раджаб Раджабов. Выпускник Рязанского десантного училища в минувшем году выиграл всемирные военные игры. На чемпионате настроен только на победу, признался молодой человек. Я не могу сказать, кто сложный, кто слабый. Ко всем надо подходить в общих чертах. Все люди по-другому боксируют, все разно боксируют. Победители получат звание мастера спорта и право участвовать в чемпионате России в Оренбурге. Но стать мастерами на этих соревнованиях будет непросто. Из 158 боксеров более 90 уже мастера спорта России и мастера спорта международного класса. Город вовсю готовится к своему дню рождения. Так, сегодня в Рязани стало на один сквер больше. Новая благоустроенная зеленая зона расположилась на Касимовском шоссе. Сквер появился здесь по инициативе местных жителей. Местных жителей, пришедших на торжественное открытие нового сквера, приветствовал глава администрации города Рязани Олег Булеков. Он отметил, что появление нового места для отдыха на Касимовском шоссе – это совместное взаимодействие горожан и властей города. И вообще мы для себя приняли такое решение негласное, что 3-4 небольших сквера мы будем открывать в городе ежегодно. Это не просто какие-то площадки, которые специально готовятся под открытие сквера. Это была заброшенная территория, где были навалены старые деревья, мусор. Жители соседних домов обратились о том, что хотелось бы навести порядок. От них была инициатива, мы эти инициативы поддерживаем. По словам Олега Булекова, уже к осени в этом месте будет установлена новая детская площадка. Но уже имеющимися благами местные жители очень довольны. Здесь очень нравится. Уютно, комфортно, красиво. Отдыхать можно. Вообще молодцы, что все так сделали. Я не знаю, что не нравится. Нравится все. Побольше таких бы скверов. Все нравится. И гумба нравится. И то, что скамеечки. И для пенсионеров, и для детишек, и для всех. Дети даже, они понимают, что мы занимаемся очень хорошим делом. Мы здесь первый раз. Вот пришли оценить. Очень все понравилось. Подрастем обязательно. Будем сюда ходить, играть. Сажали что-нибудь сегодня? Здесь недалеко живете? Недалеко. Сейчас будем сажать обязательно. Ребенка отдадим папе и будем сажать. Сегодня в сквере продолжают появляться новые деревья. Мэр города присоединился к горожанам и принял участие в высадке саженцев каштана. Мы будем и впредь поддерживать инициативу. Сейчас вот жители обратились с просьбой сделать аллею, сделать еще небольшой сквер. Здесь, в Дашково-Песочном. Говорим, мы-то готовы. Готовы ли вы? Потому что мало открыть сквер. Потом нужно за ним еще будет ухаживать, поливать, сажать деревья, кустарники. Так что теперь жителям района остается следить за этим местом и наслаждаться отдыхом. Хочется сказать, что этот сквер стал девятой зеленой зоной, благоустроенной в областном центре за последние два года. До конца этого года запланировано завершить благоустройство и озеленение еще одного сквера на улице Чернышевского. Сегодня православные отмечают День Крещения Руси. Напомню, христианство в качестве государственной религии было принято в 988 году. Связаны эти события с именем князя Владимира, которого историки назвали Великим Церковь Святым Равноапостольным, а народ Владимиром Красное Солнышко. Сегодня в церквях проходит богослужение по особому уставу. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин